30 сентября площадь имени Кирова стала оживленнее, собрав в тесном кругу любителей песен, развлечений и юмора. В ежегодной игре «Будь в голосе» краснолучане демонстрировали вокальные способности. Согласно правилам, первые три пары участников были сформированы заранее, а для четвертой необходимо было выбрать игрока из народа. Забирай Андрея, вы идете готовиться. Дальше как по нотам. Участники, соревнующиеся за первенство, исполняли любимые песни и завоевывали симпатию зрителей. Если осень в твоих рамках, это я по тебе скучаю. Если и не в среды берега, это я по тебе скучаю. Если птица поет за окном, это я по тебе скучаю. Если ливень стучится в твой дом, это я по тебе скучаю. Это была Светлана. Твои глаза, останови это движение. Я для себя остановлю эту планету. И только свет далекий в твоих одинокого окна. Я под окном твоим останусь на утром. В голове моей туманной маны Кручекла любовь из кармана. А мне, друзья, говорили, забудь, чем ее забудь. Нас пьет, мы летаем, от боли все выше. Крыло расправляя над собственной крышей. Я закрою глаза, я забуду обидку. Я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Буду без него мель и вином угощать. Говорили мне, вон мой красный свет. Не пройдет и дня, как остынет свет. Говорили мне, если я пропаду. Только без него я с ума сойду. Что такое осень? Болельщики, не жалея голосовых связок и силы, делали все от них возможное, чтобы отстоять своего фаворита. Саша, давай, Саша, вон, давай, давай, мы в тебя верим. Это танец, как лица медведи. Понимаешь? А не лампада. Лампаду мне дайте. Благодаря смекалке и активности присутствующих зрителей, проявленному профессионализму и таланту краснолучских конкурсантов, баттл-игра превратилась в шоу. Все выбывающие из игры участники получали утешительные призы от Центра культуры. А главная награда и дипломы достались победителям. По итогам конкурса третье место заняла Светлана Бляхович. Второе – Анастасия Комарницкая. А беспрецедентным лидером стала Елена Пустовалова. А я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете куда никогда во мне.